Приветствую вас! Я, конечно, не очень понимаю, почему, если вы занимаетесь психологом, вы задаете еще вопросы здесь. С точки зрения психотерапии, это далеко не самая лучшая позиция, потому что вы выбиваете из того пути, куда ведет вас ваш психолог. Поэтому я бы не рекомендовал вам, пока вы работаете с психологом, задавать вопросы другим психологам, потому что ваша голова натурально просто разбухнет от количества информации, в итоге вы не будете до конца доверять ни своему психологу, ни другим. Что касается важного текста, то я бы, наверное, выделил два основных момента. Первый – это интроект о том, что успешность в жизни – это самое главное, и успешность определенного рода в жизни, самое главное, наверное, так было бы правильно сказать. А с другой стороны – это вот, собственно, та дилемма, которую вы описали. И, вы знаете, мне кажется, что вопрос с успешностью решается, ну, скажем так, путем психотерапии, если не достаточно быстро, то, по крайней мере, вполне себе реально. Потому как всё понятно, ваш отец вбил вас в мысль, что успешность должна быть вот какой-то такой. И вы сами, вы сами как-то вот относитесь к успешности очень, так сказать, напряженно. Вот. И вполне вероятно, что вот эта ваша мечта – это как такой процесс против тех интроектов отца, которые в вас, как вы сказали, вдалбливались. Вот. И здесь нам мешало бы поработать и с тем, что вы сами чувствуете насчет успеха, именно чувствуете, а не думаете. Не мешало бы поработать над тем, что вы хотите, чтобы… Не мешало бы поработать над тем, что ваш отец хотел и хотел бы для нас реально. Вот. Не мешало бы поработать над вашей женской моделью поведения, потому что так, что ваш парень избил – это, конечно, ненормально, и если вы ничего не поменяете, то ситуация может повториться. Вот. И мужчина, соответственно, вы выбираете себе такого, который подкрепляет ваши какие-то желания, поскольку ваши желания связаны с неуспехом, то мужчина будет негативной относиться к успеху вашему же. Вот. Здесь такая вот достаточно сцепная получается история, вот, которую необходимо корректировать. Что касается второй части, собственно, ваших вопросов, то здесь ситуация заключается в том, что вам нужно доверять себе и своим чувствам, а не тому, что надо, кто что подумает и прочее, потому что только следование вашим чувствам даст вам то ощущение, что вы идете своим, собственно, путем по жизни, а не по указке кого-то. И да, я отдаю себе отчет, что люди могут воспринять это негативно, я отдаю себе отчет, что людям, скорее всего, не понравится то, что вы сделали, но это доплата, это цена и то доказательство того, что вы, наверное, для самой себя в пути. Если у вас возникнет с этим проблемы, опять же, работа с уверенностью в себе вам здесь поможет. И вот, казалось бы, во всем этом, во всей этой истории, все вроде бы понятно, все вроде бы очень видно, но кроме только того, что вы почему-то у психологов провести советы, хотя психологи советов не дают, но у вас уже есть психолог, и это странно. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует...